недержание мочи проблема очень деликатная болезненная для женщин как выявить заболевание на ранних стадиях и не запустить его об этом наш сегодняшний эксперимент для его проведения людмила запросила пиать женок ризного века здравствуйте девушки наше знакомство я предлагаю начать сразу бутылочки водички держите открывайте и пейте эту водичку здесь пол-литра вы должны выпить на протяжении нашего разговора и желательно как можно быстрее и так все вы прекрасно знаете что сегодня мы с вами будем говорить о такой проблеме как недержание сталкивался кто-то с такой проблемой очень даже очень то есть в принципе некоторые из вас не понаслышке знают что такое недержание а вы знаете как часто встречается недержание у женщин после 40 лет к сожалению практически у каждой 4 5 женщин и чтобы вы понимали существует даже международное общество по изучению недержания мочи и проблема недержания мочи называют некоторые социальным раком как вы думаете почему в обществе стыдно признаться в этом даже может стыдно комбурат вообще никому сказать фактически вы не можете далеко никуда выйти от туалета я не говорю уже о том что очень часто эта проблема может изменить вашу интимную жизнь 19 процентов женщин по статистике имеют проблемы вот именно сексуального характера связи с недержанием мочи а какие еще причины вы знаете у меня в детстве было это психогенного характера и нурез и подумаю эта проблема прошла но в 2009 с возрастом она возвращается кстати очень часто у тех у кого был и нурез в детстве они могут столкнуться с проблемой недержания более старшим возрастом одна из учасниц переконана что в ней есть проблема наприкінцы эксперименту дизнаемося че так это насправдя между прочим недержание имеет генетическую предположенность то есть очень часто мы можем получить это заболевание даже по наследству найчастейше стрессовое нетримание сечи повязаны с послабленням мязев тазового дна після перенесення складных пологов гинекологических операций спадковістю гормональными порушениями инфекциями сечово-видных шляхи а что может запустить это что может способствовать либо возникновению заболевания либо его прогрессирование раньше я бывала в детстве долго не хотела в туалет и передерживала тоже может быть а возраст может быть курение неправильное питание неправильный образ жизни безусловно это все может спровоцировать уже и так предрасположенностью женщины к недержанию серед можливых факторів стрессового нетримания сечи у женок полиння важкі физичні навантаження зайва вага хронічні закрепи менопауза итак тот тест который мы будем проводить с вами сегодня может провести любая женщина в домашних условиях до начала эксперимента я раздала вам всем вот такие урологические прокладочки которые вы должны были прикрепить на свое белье мы сейчас взвесим эту прокладочку и будем знать сколько она весит сухом состоянии и так 31 и 45 сотых грамм все мы выпили пол литра воды я предлагаю вот там у нас есть беговые дорожки готовы готовы проходим чтобы наши участники могли пройти годинный паттест людмила для них подготовила беговые дорожки гантели три килограмма заважки до степы и так протягом годины женщины должны заниматься физическими вправами пожалуйста кто то на дорожке кто то гуляет рядом с ними спочатку на них чекает 10 хвилин на ходьба в спокойном темпе мы говорим сегодня а стрессовом недержание мочи это недержание не связано с тем что вы перенервничали аж до того что аж не удержали мочу на стрессовое нетримание сече скаржаться від 50 до 80 відсотків женок любая физическая нагрузка будет способствовать тому что если есть проблема то мочу можно не удержать то есть не произвольно вытекает моча мы переходим к следующему упражнению пожалуйста кто то из вас посещал спортивный зал на фитнесом занимались ну тогда вы точно знаете для чего эти лезвинки поехали під час физичных навантажен відбувается ризкий стрибок внутрішнючеревного тиску в результате чего мне за сечевого михура відчувають сильную напругу а якщо сфинктеры відрізняються слабкістю сыча отримую шанс просочитись и назовню сталкивался кто-то с такой ситуации да мы это поймем потом по вашим прокладкам итак мы с вами помаршировали немножко а теперь вы видите что возле каждый из вас лежат гантельки но не пугайтесь максимум три килограмма приступаем но вообще суть заключается конечно в том что вы напряглись при этом мышцы пресса диафрагма все это начинает поддавливать ну что по десять раз сделали а теперь переходим к заключительному этап вы видите что у нас стоит пять мисочек ну с очень холодной водой потому что лед в ней еще не растаял вот на протяжении минуты я предлагаю вам поддержать руки в холодной воде готовы да готовы я засекаю время звук воды скрип або ризка зміна температура провокирует подъем тиску к подразнение рецепторов у сечовому михури відповідные имбульсы идуть до мускулатура михура примушуючи ее скорочуватися в результате сфинктер расслаблюется и сеча виходить назовню я не сильно над вами поездивалась сейчас руки красные кровь приклинула руки сфинктером ну что я вас жду с прокладками проверим насколько вы почувствовали или не почувствовали проблему договорились но давайте проверим сколько весила прокладка когда она была сухая 31 грамм 45 миллиграмм давайте 32 грамма 40 миллиграмм это нормально проблема это если вес увеличился больше чем на 2 грамм вы говорили что у вас все сложилось с пузырем тоже 32 грамм 7 миллиграмм 32 грамма 10 миллиграмм тоже ложились в норму поздравляю что молодежь давайте 32 грамма это нормально прошу я даже боюсь давать да вы что 94 грамма 32 миллиграмм она вот даже теплая как как памперс у младенца вот сколько вам лет 28 я так понимаю проблема возникла после родов после родов стремительных родов на самом деле вы видите что однозначно есть проблема потому что в общем то если мы взвешиваем после занятий прокладку и вес увеличился на 2 грамма и больше это уже можно говорить о недержании мочи некоторые из вас жаловались о том что есть императивный позыв то зависимость от туалета это тоже один одна из разновидностей недержания мочи просто она совершенно другой природы и этим тестом выявить ее не удается но это не значит что ха у меня все хорошо расслабилась могу ничего не делать если есть проблема вот как у вас как у вас то с этим нужно обратиться к врачу потому что существуют разные виды недержания мочи они требуют совершенно разного подхода помочь можно любой ситуации в одном случае это будет хирургическая коррекция в другом медикаментозная а в третьем вот гимнастика для интимных мышц на початковых стадиях стрессовое нетримание сечи можно усунути за допомогою вправ кегеля на смыцнение мязи в тазово одна яки вы можете найти на сайте тело стбюэй та медикаментозного лекования яка призначает виключно лекар при третьей та четвертой стадиях у боротьбе с хворобою показаны хирургичное втручание я очень рада что все таки из пятерых женщин проблема серьезная выявилась к сожалению вот только у вас я уверена что учитывая вашего настойчивость молодой возраст и нежелание с этим жить то что вы об этом заявили это уже первый шаг тому что вы решите свою проблему не бойтесь говорить на любые темы особенно с врачами потому что все можно предотвратить и помочь если вы пометили первые знаки нетримания сечи вам необходимо щоранку приймать контрастный душ это поможет поддерживать мязи в тонусе ходить до туалета за раскладом не перетрымывать сечу не зловживайте міцной кавой и алкоголем стежить за стулом та не допускайте закрепи кинути палите це позбавить вас від хроничного кашля контролювати вагу при ожирении внутрішні органи додатково тиснуть на сечовый михур робите физические вправи на зміцнение мязи в тазово дна эти самые рекомендации дают лекаре у рази якщо уже вирішили проблему будьте здоровы наш эксперимент подтвердив сумну статистику кожна пьята украинка страждая від нетримания сечи але подолати цю проблему можливо слід бути уважным до своего здоровья та своёчасно звертатися по допомогу до лекаря а